Уважаемые коллеги, в своем выступлении мне бы хотелось обратить ваше внимание на проблему совершенствования профессиональных умений учителей, работающих в учреждениях дополнительного иноязычного образования. Ни для кого не секрет, что в настоящее время к сфере дополнительного образования приковано особое внимание. Цели и задачи дополнительного образования постоянно обновляются, расширяется содержание дополнительного образования, уточняются средства, которые используются для достижения целей. В то же время роли задач педагогов дополнительного иноязычного образования часто недооцениваются. Недостаточно внимания уделяется тому, как обеспечить их профессиональный рост, помочь в совершенствовании их профессиональных умений. А ведь именно от учителей, от их профессиональной культуры и мастерства зависит уровень образования учеников. К сожалению, следует констатировать, что часть учителей, работающих в учреждениях дополнительного иноязычного образования, недостаточно серьезно относятся к процессу своего профессионального становления. Полученная ими в УЗИ методическая подготовка рассматривается как достаточный, как завершенный этап профессионального становления, а полученный на прежнем месте опыт работы, если таковой имеется, расценивается как вполне приемлемый. В связи с этим хотелось бы поделиться разработанной и опробированной нами на протяжении уже более 20 лет системой профессионального совершенствования учителей, которую мы внедрили в рамках нашего образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Центр гуманитарного образования Лингва. У нас 13 школ в России и Великобритании, более 50 учителей и около 2000 учащихся. Мы достаточно крупные образовательные учреждения, тем не менее, я думаю, что элементы нашей системы профессионального совершенствования учителя могут быть использованы в рамках и других более мелких учреждений дополнительного образования. Совершенствованием профессионального мастерства учителей в нашей компании занимается специально созданная кафедра повышения профессиональной культуры. Кафедра обеспечивает выполнение следующих задач, которые ставит перед учителями и перед собой. Реализация этих задач крайне важна, поскольку это позволяет учителю не только реализовать свой потенциал, но и развивать его, быть в постоянном профессиональном контакте с коллегами, жить полной профессиональной жизнью. А от этого растет и сама компания, и ее авторитет. В основу нашей деятельности положена всем известная схема генезиса профессионального мастерства учителя, предложенная профессором Пасовым, которая предполагает постепенный переход от уровня грамотности до уровня мастерства. Мы выстроили нашу систему с первого уровня. Овладение уровнем грамотности как системой знаний мы осуществляем на основе специально организуемых курсов, включающих лекционно-семинарские занятия для учителей, онлайн-встреч с ведущими методистами в области иноязычного образования, а также на основе групповых бесед с наиболее опытными учителями нашей школы. На данных курсах учителя приобретают систему методических знаний о различных компонентах образовательного процесса. Их перечень достаточно большой. Выбор тем занятий производится в зависимости от потребностей учителей, от проблем, которые учителя испытывают. Темы, как вы видите, ориентированы как на овладение основами теории технологии иноязычного образования, так и на другие аспекты образовательного процесса. Благодаря этим занятиям учителей расширяются знания, они дополняются. По сути, учителя сами включены в систему дополнительного самообразования. В соответствии с концепцией профессиональной подготовки профессора Пасова, второй уровень профессионализма предполагает овладение опытом использования полученных знаний в ходе собственной практической деятельности. Поэтому мы включили в нашу систему тренинги, практические занятия, где учителя анализируют и разрабатывают различные упражнения, фрагменты и уроки в целом, а пробируют их в учебных группах, проигрывают друг на друге, происходит взаимообмен наработанным опытом. Работа на этих занятиях проходит в коллективной, групповой и индивидуальной форме. Переходу на третий уровень профессионализм, а именно на уровень мастерства, способствуют такие виды работы, в ходе выполнения которых учителя учатся перерабатывать, совершенствовать учебные материалы, подстраивать их под уровень группы, привносить новые в образовательный процесс, трансформировать приемы в зависимости от ступени обучения. Благодаря этим действиям развивается гибкость профессионального мышления, реализуется творческий потенциал учителя. А когда учитель привносит новые в образовательный процесс и получает от этого результат, это заставляет его искать дальше. Интерес, как говорится, порождает мотивацию и желание развиваться. Принципиально важным в продвижении учителя по уровням профессионализма является внимание к процессу развития профессиональных умений. Именно на их комплексное развитие мы и нацелили нашу систему профессионального совершенствования учителя. Сегодня я расскажу только о некоторых умениях. Профессиональное становление учителя невозможно без развития коммуникативных умений. С целью овладения данным умением в нашу систему работы включены тренинги общения, встречи и дискуссии, участниками которых являются и учителя, и менеджеры, и родители учащихся. На этих встречах обсуждаются проблемы взаимодействия, приемы создания хорошего психологического климата на уроке и вне его, способы и средства создания личностного, эмоционального и смыслового контакта между субъектами взаимодействия и многое другое. Совершенствованию организационных умений способствует также участию учителей в организации вне аудиторных мероприятий различного характера. Конкурс, викторины, олимпиады, концерты и так далее. Реализация образовательных программ, например, в нашей школе в Англии, проходит абсолютно по-новому. Занятия и мероприятия отличаются. Это квесты, это экскурсии, встречи с зарубежными сверстниками. Что касается совершенствования исследовательских умений, стоит констатировать, что большая часть учителей считает себя практиками и недооценивают значимость научно-исследовательской работы, а без таковой неизбежено понимание всех процессов. В этом плане мы решили представить учителям свободный выбор научно-исследовательской работы, дать разный уровень сложности, дать возможность показать результаты научной работы, вести различные формы поощрения. Результатом нашей работы явились не только сборники статей, но и защита кандидатских диссертаций сотрудниками, создание электронного банка упражнений, электронные приложения к учебным пособиям, да и сами учебные пособия. Более подробно о пособиях расскажут мои коллеги Раиса Журавлева и Елена Полякова. Наш опыт работы показывает, что благодаря постоянной включенности во все перечисленные виды деятельности учителя становятся более открытыми, у них пропадает боязнь обсуждения уроков и профессиональных проблем, с которыми они встречаются. Они проявляют готовность к инновациям и апробации новых приемов, с удовольствием делятся педагогическими новинками и опытом работы. У многих появляется потребность в повышении квалификации, меняется в положительную сторону и отношению учителей к педагогической профессии, а аттестация педагогов рассматривается ими как возможность оценить свой профессиональный уровень мастерства и выявить цели своего профессионального становления. Таким образом, вся система профессионального совершенствования педагогов представляет собой многоуровневое единство взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, в качестве которых выступают разнообразные виды деятельности, нацеленные на обогащение профессиональной культуры учителя в теоретическом и технологическом отношении. Функционирование данной системы осуществляется на основе гибкого управления, позволяющего каждому учителю самостоятельно выбирать траекторию своего профессионального развития и виды деятельности в зависимости от индивидуальных предпочтений.